Во все времена, а сейчас тем более, чем когда-либо, миром правят в первую очередь тайные общества. В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано. Президент Рузвельт Маленькая улыбчивая бабушка, королева Елизавета, недавно отметила 62-летие вошедствия на трон. Всему миру говорят, что в Англии конституционная монархия, то есть всевластие Елизаветы ограничено парламентом. Сама же королева является неким символом, данью традиции, талисманом, политические полномочия которого не велики. Мы привыкли верить официальным источникам. Это только официально считается, что в Великобритании конституционная монархия, как бы ограниченная. Но Английская королева имеет право объявлять войну без законодательных ограничений и без объяснения причин. Английская королева имеет право отправлять в отставку правительство. Английская королева имеет право распускать парламент. Раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время, то есть фактически формирует политику государства и, что немаловажно, колонии, являясь королевой всех территорий государств подвластных Англии. В домашних делах полномочия короны более широки – назначения министров, тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок монарх является главой вооруженных сил – британская армия, Королевский флот, Королевский ВВС и разведка. Прерогативы королевы – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия. Касаются прерогативы королевы и иностранных дел – обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, международные соглашения. Парламентские решения не нужны. Королева также аккредитует британских высоких комиссаров и послов и принимает иностранных дипломатов. Также королева почитается источником справедливости и назначает судей по всем видам дел. Общий закон гласит, что корона не может ошибаться. Монарх не может быть судим в суде за уголовные преступления. Хорошо устроились. Фактически, королева контролирует все ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. И наконец, монарх – верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов, то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране. Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире. Даже корейский чучхе, которого демократические СМИ выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре. Еще скажите, что Англия – демократическая страна, каковой себя позиционирует. Какая демократия, о чем вы? Жесткая вертикаль власти, никому не подконтрольная. Вот так, бабушка Лиза. А нам показывают… Теперь о более банальном, но не менее интересном. Любой скажет, какая валюта в мире самая устойчивая. Самая… ну, в общем, самая-самая. Ну, конечно, это бабушкин фунтик. Фунт стерлингов. С чьей только государственной валютой что только не происходило, а с фунтика, взирая на все эти игрища, посмеивается бабушка Лиза. А что, имеет право, она же женщина, прежде всего, да еще и королева мира. Да-да, я не оговорился. Именно так. Королева мира. Задумывались когда-нибудь, сколько земли сопринглишит бабушке? Ребята, много, очень много. Судите сами. Данные на 2012 год. С 1876 по 1947 год монарх Великобритании также имел титул императора, императрицы Индии. В настоящее время королева Елизавета II является монархом 16 государств. Британская империя крупнейшая из когда-либо существовавших государств за всю историю человечества с колониями на всех обитаемых континентах. В Европе Британская империя 1897 года. Ирландия, включая Ольстер. Гельголанд 1807-1890 сейчас часть Германии. Мальта, сейчас независимое государство. Гиблартар. Минорка, она же Минорка, сейчас часть Испании. Ионические острова, сейчас часть Греции. Кипр, включая базы Ак-Хротири и Декелия. Коронные земли. Бейлевик-Джерси. Бейлевик-Гернси. Остров Мэн. В Азии. Месопотамия, мандатная территория. Будущее королевство Ирак. Современный Ирак. Палестина, включая Трансиорданию, сейчас Иордания и Палестину. Кувейт. Катар. Бахрейн. Бирма. Оман. Договорный Оман, сейчас ОАЭ. Аден, сейчас часть Йемена. Афганистан. Британская Индия. Цейлон. Мальдивские острова. Малайзия, включая Сингапур. Британская Малайя. Саравак. Британская Северная Борнео. Сабах. Лабуан. Бруней. Гонконг. Сейчас Сянган, автономный район КНР. В Африке. Египет. Англо-Египетский Судан. Британская Восточная Африка. Кения. Уганда. Танганьика. Сейчас часть Танзании. Занзибар. Сейчас часть Танзании. Британская Сомали. Сейчас формально часть Сомали, де-факто Сомали-Лэнд. Федерация Родезии и Ньяслэнда. Южная Родезия. Сейчас Зимбабве. Северная Родезия. Сейчас Замбия. Ньясаленд. Сейчас Малави. Британская Южная Африка. Южноафриканский союз. Капская провинция. Сейчас часть ЮАР. Наталь. Сейчас часть ЮАР. Оранжевое Свободное Государство. Сейчас часть ЮАР. Трансвааль. Сейчас часть ЮАР. Вечуаналенд. Сейчас Ботсвана. Юго-Западная Африка. Сейчас Намибия. Басутоленд. Сейчас Лесото. Свазиленд. Сейшельские острова. Архипелаг Чагос. Британская территория в Индийском океане. Маврикий. Гамбия. Нигерия. Британский Камерун. Небольшая часть современных Камеруна и Нигерии. Золотой берег и Британская Того. Сейчас Гана. Сьерра-Леоне. Острова Святой Елены. Вознесение. Тристан-да-Кунья. В Северной Америке. Канада. Включая Квебек. Ньюфаундленд. Сейчас часть Канады. Бермудские острова. 13 колоний, образовавших в 1776 году США. Новая Англия. Нью-Гемпшир. Колония Массачусетского залива и Плимутская колония. Позже Массачусетс и Мэн. Рот-Айленд. Коннектикут. Средние колонии. Нью-Йорк. Позже Нью-Йорк и Вермонт. Нью-Джерси. Пенсильвания. Делавэр. Южные колонии. Мэриленд. Вирджиния. Северная Каролина. Южная Каролина. Джорджия. В Латинской Америке. Британские и Виргинские острова. Доминика. Барбадос. Тринидад и Тобаго. Ангилья. Сент-Люсия. Антигуа и Барбуда. Сент-Винсент и Гренадины. Гренада. Сент-Киттс и Невис. Британская Гвиана. Сейчас Гаяна. Москитов-Берег. Британский Гондурас. Сейчас Белиз. Каймановы острова. Ямайка. Багамские острова. Острова Теркс и Кайкос. Фалкленские острова. Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Монтсеррат. В Австралии, Океане и Антарктиде. Австралия. Материковые территории. Новый Южный Уэльс. Квинсленд. Виктория. Южная Австралия. Земля Ван Димена. Тасмания. Западная Австралия. Северная территория. Внешние территории. Попоа. Сейчас Часть Попоа. Новая Гвинея. Территория Новой Гвинеи. Сейчас Попоа. Новая Гвинея. Британские Соломоновые острова. Науру. Остров Рождества. Сейчас Часть Австралии. Норфолк. Сейчас Часть Австралии. Кокосовый Киллинг острова. Сейчас Часть Австралии. Австралийская Антарктическая территория. Не признана международным сообществом, Новая Зеландия, Токелау сейчас часть Новой Зеландии, Ниуэ сейчас часть Новой Зеландии, Британское Самоэ, земля Росса в Антарктиде, не признана международным сообществом, острова Кука, Фиджи, острова Гилберта и Элис сейчас Тувалу и часть Кирибати, Новые Гербриды, совладение с Францией сейчас Вануату, Питкерн, Тонго, британской антарктической территории, включая Южные Шетландские острова и Южные Оркенейские острова. Во какое малюсенькое островное государство к северному от Европы, где тихо и мирно поживает маленькая безобидная бабушка Лиза. А действительно ли безобидно? Все привыкли считать, что миром правит США. Фраза, надоевшая до оскомины. Привыкли не просто так считать, а искренне верить в эту сказку. Во всем привыкли винить США. Вполне возможно, обвинители права. Мы можем наблюдать действия США, а вот кто действует кукловодом? Чья же марионетка под названием США? Не будем напрасно тратить время на какие-то разбирательства, поиски доказательств, сбором фактов. Это все в обсуждении. А вот не упомянуть английские банки не могу. Банковская система Великобритании одна из старейших. Ее характеризуют высокая степень концентрации и специализации. Хорошо развитая банковская инфраструктура, тесная связь с международным рынком судных капиталов. В мировом финансовом центре в Лондоне работает больше иностранных банков, чем английских. Это прежде всего американские и японские банки. Доля депозитов в иностранной валюте в банках Великобритании значительно выше, чем в других странах мира. Английская банковская система владеет самой широкой в мире сетью зарубежных филиалов. Обращали внимание на политику фунтика? Нет? А зря. Он же мумифицированный. Он же подшучивает и управляет любой валютой любого государства. Не верите? Придется. Он управляет и подчиняет себе тот самый пресловутый, скандальный, но всеми так горячо любимый доллар. Опять не понимаете суть вопроса? Доллар правит всеми добываемыми ресурсами. А где их добывают? Вернитесь к списку колоний Англии, поинтересуйтесь структурой банковской системы Англии. Она всего лишь двухуровневая, не требующая лицензии иностранных банков, находящихся на территории Англии, но полного одобрения и признания главного – Банка Англии. Далее еще проще. Всякие там девальвации, дефолты, играющие злые шутки с любой валютой мира никогда не прикасались и не прикоснутся к фунтику. Потому все свои активы зарубежные банки держат в Англии. А какая там валюта? А что там с курсом фунтика? Знаете, что такое зависимость? Вот только не пытайтесь каким-либо боком пристегнуть ее к бытовой. Зависимость – это полное и безоговорочное подчинение. А вот теперь о главном. Так кто же больше всех заинтересован в развязывании войн, захватах территорий? Ответ прост до противного – владелец мира. Правящая колонна – это маленькое островное государство со своим смогом. Англия – а значит маленькая улыбающаяся женщина – бабушка Лиза. Есть такое выражение – дружба дружбой, а деньги врозь. Проговорим о дружбе, но не простой, а зависимой. Так кто у нас там в подружках? Ну конечно, США! Не знали? Теперь будете знать. Как там говорят «миром правят деньги». Так вот, не только «миром» и «миром», но и «войной». Попавши в зависимость, да еще и такую дружескую, подчиняться не просто приходится, как верному псу, а вынужден даже подружке. Так уж сложилось, что до тех пор, пока существуют деньги, люди, в подавляющем своем большинстве, за исключением отдельных праведников и сумасшедших, будут стремиться к обладанию ими. Ни для кого не новость, что вся политика и экономика США в полной и безоговорочной зависимости от двух кланов – это Ротшильды и Рокфеллеры. Знаете таких? Ну кто бы сомневался, их знают все. А вот то, что весь капитал этих ребяток хранится в Банке Англии, для многих может оказаться новостью. Но, увы, это так. Вот думаю продолжать разговор об очевидном, что понятно каждому, или все же? Тогда слушайте. Живут такие вот забавники – Ротшильды и Рокфеллеры. Живут, поживают, карманы набивают, но и им порой развлечься хочется. То они чьей-то политикой манипулируют, то чью-то экономику разоряют, под себя подгребают. И вдруг оказывается, что масштабу-то уже не те, мало и мало, надо бы побольше. Думали, думали и надумали. А что бы нам с Россией не поиграть? Не слишком ли она о себе громко заявлять стала? Надо бы ее голову-то в зад засунуть, а то, видишь ли, деньги она зарабатывать решила. Сейчас ей, размечталась. Надумали ребятки не просто отнять, изъять, разорить, но и в зависимые подружки приобщить. Знаете, где прежде всего рвется? Точно. Там, где тонко. А где у России самое уязвимое место? Точно. Нефтедоллар. А где он там так бойко протекает? Правильно. По территории Украины. Вот его отнять и надо. А Украину нафиг снести. Не только с карты, а с лица земли. Кого на это мероприятие подстегнуть? Долго думать не надо. Это, естественно, зависимая подружка. США. Вот бабушка Лиза со всей своей улыбчивой застенчивостью и дала наказ подружке. Хочешь далее жить под теплой бабушкиной шалью? Вперед на баррикады. Захотела бабуле еще одну колонию да поплиже к заполученней подвластной и упрямой России? Захотела, значит, так тому и быть. А подружке верному псу не привыкать к таким играм. Ради здоровья и благополучия любимой бабушки? Старость надо уважать. А то, не привиди Господь со старой бабулей на нервной почве. Или вдруг у бабули левая нога с утра нет, то она думает и решит против любимой подружки свою грусть печально править. Да еще и один из крупнейших акционеров самой большой нефтегазодобывающей компании Англии – Эклеерс Групп и GKX Oil & Gas. Господин Коломойский уже давно в стойке и ждет команды ФАС, готовой к распилу Украины. Продолжать? Или все очевидно? Так что там у нас с Украиной? Кто правит балом? Вот только не стоит умолять достоинств коронованной бабушки. Она женщина в преклонном возрасте, мало ли что. Вдруг обидится, а гнев ее… посмотрите на Украину. А если решит собаками затравить? Англия – очень любопытная страна в истории человечества. Похоже, что именно в Англии были разработаны и приведены в жизнь все те шаги, которые опрокинули впоследствии империю Золотой Орды, то есть Русь, и миром стал править ум-эго. Заметьте, в нашем мире именно Англия является главным носителем и оплотом западных ценностей. Сейчас все взгляды привлекают к себе США, но на самом деле серым кардиналом, который правит миром, является Англия. У США грубая сила, а ум находится в Англии. Пройдемся по значимым событиям в истории Англии, которые соответствуют официально принятой хронологии. 13-й век. Великая хартия вольностей. Для феодалов. И создание парламента. В середине этого же века из английского языка исчезает двойственное число, первая ласточка среди других европейских языков. Двойственное число, как мы знаем, отвечает за целостное восприятие мира. Интересно, сначала исчезло двойственное число, а только потом был создан парламент. Получается, что парламент в наше время служит в качестве инструмента, уравновешивающего разделенные противоположности. То есть раньше язык соединял и уравновешивал противоположности, а когда двойственное число исчезло, понадобилось создать общественный институт парламента, чтобы английское общество могло жить и развиваться дальше. Через 300 лет в 16 веке Англия начинает войну на море против испанского владычества. Нас это вроде бы никак не касается. Но согласно исследованиям по NX, Испания была оплотом Золотой Орды на Западе. Всем известно, что Англия победила в этой войне. С этого момента начинается расширение господства Англии в мире. Англия становится империей. Далее. В XVII веке множество значимых событий. Первая буржуазная революция, первая казнь короля Карла I и Биль о правах, создание Исааком Ньютоном теории, которая разделила единую вселенную на кирпичики, взаимодействие между которыми случайно, и этому видению людей учат по всему миру до сих пор. Создание понятийного ума, который разделил слово и образ, то есть живую ткань мира разделили, а между поместили мертвые понятия. Параллелем бурно развивается наука, вытесняя религию из теплого местечка, которое она занимала в умах людей. XVIII век. Первое применение паровой машины, создание фабрик, механизация труда, капитализация, восстание луддитов против машин, то есть против мертвого труда. XIX век. Учение Дарвина о борьбе и выживании видов. Достаточно, я думаю, чтобы увидеть Англию с другой стороны. А кто у нас самый большой любитель древностей? Англичане, конечно же. Всюду, куда не посмотришь, ведут или вели первые раскопки англичане. Вы скажете, ну и что тут такого? А то, что тот, кто ведет раскопки, тот и толкует значение находки, устанавливает нужную ему хронологию и присваивает исторические названия местам, которые не имеют к ним никакого отношения. И у того, кто копает, всегда есть возможность подлога. Например, некоторые ученые высказывают серьезные сомнения в подлинности гробницы Тутанхамона, а ее раскопал именно англичанин. Англичане первыми пришли в Индию, Египет, вытеснив оттуда наполеоновские войска. Японию, Китай, чтобы завоевать их. Все эти страны входили в империю Золотой Орды и несли в себе культуру, которая им досталась от нее в наследство. Для чего это было нужно англичанам? Чтобы взять необходимые знания и подреставрировать историю этих стран, я так полагаю. Кстати, в этом им активно помогал Ватикан. Далее. Именно англичане столкнули лбами Россию и Турцию еще в XVII веке, а ведь вплоть до середины этого столетия Турция и Русь были союзниками. Турция и Россия растрачивали силы в борьбе друг с другом, а их враги спокойно наблюдали за происходящим, собирая плоды. Именно англичанам принадлежит знаменитый принцип «разделяй и властвуй». Где бы в современном мире не разгорался конфликт, там когда-то или совсем недавно побывали англичане и внесли свою разделяющую лепту. Можете сами проверить. Странные народы внутри должны быть разделены. Возникает конфликт. И кто выигрывает? Кто-то точно выигрывает. Можете почувствовать в себе эту силу, которая питается за счет разделения и раздора. И я считаю, что именно в Англии находится тот главный мозг, который управляет миром. Ну а как же евреи, спросите вы? Ведь всем известно, что именно они правят миром. У них деньги и, следовательно, власть. Да, у них деньги. Евреи тянутся к деньгам в силу своей природы. Но как мне видится, их выбрали мальчиками для битья, чтобы отвести взгляд от тех, кто на самом деле правит миром. Одних денег мало, чтобы править миром. Тут нужен особый склад ума. И у англичан он есть. Он называется властность, власть носить. Кстати, королева Елизавета по национальности еврейка. Так что все нормально. С властью, деньгами и евреями. Англичане по своей природе властная и безжалостная нация. Они ни секунды не сомневаясь применяют силу, если затронуты даже малейшие интересы их империи, нации или страны. В прошлом они беспощадно уничтожали каждого, кто вставал на их пути. А в наше время их методы изменились, но не на много. У евреев во все века были деньги. Но евреи-ростовщики, как миленькие по первой же просьбе, ссужали их власть имущим и правителям, потому что власть стоит над деньгами. Именно эту власть англичане и искали всюду, куда они приходили. Искали на земле и искали под землей. Что искали? Материальные носители власти. Власть – это магия ума, и у нее есть материальные носители. Потому что все, что существует в НАВИ, имеет свое материальное воплощение в Яве, таково устройство нашей вселенной. Власть стояла и все еще продолжает стоять над деньгами, но деньги приобретают все большую самостоятельность. Все чаще можно слышать выражение «У кого деньги, у того и власть». А в правительство и парламент беззастенчиво лезут те, у кого карманы набиты деньгами. Это плохие симптомы, потому что деньги по своей природе любят только себя и живут только для себя. Им никто и ничто не нужно, кроме самих себя, потому что они лишены сознания. Мертвая сила. Они готовы уничтожить все вокруг, лишь бы умножить себя, и им законы не у права, потому что они уже сами создают законы через прессу и лобби в парламенте. Мертвая сила денег берет сознание людей, и они слепо следуют за ней, превратившись в марионеток. Джин вырвался из бутылки, поэтому мы сейчас стоим на пороге перемен. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова. Субтитры сделал DimaTorzok